добрый день мои дорогие любители вязания мне понравился вот такой узор и я решила его опробовать на мой взгляд он даже у нас двухсторонний видите вот с этой стороны смотря для чего такие вот как бы шишки по нему это вот он мы вяжем снизу вверх а если мы перевернем он смотрится еще по-другому и вот другая сторона мне кажется что это как и замочная но если присмотреться то в принципе это может быть и лицевой стороной видите как будто бы вот такие вот у нас центры цветов поэтому мы сейчас с вами у нас есть разберем у нас есть с вами схема подробно разберем кому понравилось присоединяйтесь будем вязать более тонкой нитки у нас потолще я возьму вот такую вот тоненькую ниточку это как типа лилу или вилей виолет и крючок 1 и 3 начинать мы с вами будем наш образец с 31 воздушные петли если мы с вами посмотрим на схему то вот это у нас 31 воздушная петля когда мы с вами набрали их теперь у нас идет вот три петли пойдем 1 2 3 1 воздушная петля и в одну и ту же петлю у нас еще идет три столбика с одним накидом далее через 1 2 3 вот в четвертую петлю четвертую петлю мы с вами делаем 3 столбика без накида и далее опять считаем 1 2 3 опять-таки в четвертую петлю мы с вами делаем вот такой веер из столбиков с одним накидом 1 2 3 4 5 6 7 у нас с вами 7 столбиков далее 1 воздушная петля и опять-таки через 4 1 2 3 4 3 и у нас дальше все повторяется как мы это с вами будем делать вот у нас с вами последняя воздушная петля я набираю 3 петли 1 2 3 еще одна воздушная петля накид и в нашу последнюю петлю нашей цепочки я вяжу еще три столбика между которыми по 1 воздушная петля 2 столбик 1 воздушная петля и 3 столбик есть одна воздушная петля и далее как мы с вами поговорили то есть мы считаем 1 2 3 4 в 4 мы вяжем с вами 3 столбика без накида 1 2 3 далее 1 воздушная петля накид и опять считаем 1 2 3 4 четвертую петлю на цепочки мы с вами вяжем 7 столбиков с одним накидом между которыми по одной воздушной петли и у нас так с вами повторяется мы чередуем с вами вот такие веера и вот столбики без накида на основании и так до конца ряда я провязала несколько рапортов и важно отметить что мы с вами доходим до второго края здесь у нас с вами 1 2 3 4 петля и в нее мы с вами вяжем если сейчас посмотрим по схеме вот мы сейчас посмотрим по схеме мы дошли вот до этой точки видите мы поднялись одной воздушной петли и 1 2 3 4 столбика с этой стороны у нас было три петли подъема а с этой стороны мы оканчиваем четырьмя столбиками а между которыми по одной воздушной петли мы это делаем все в одну и ту же петлю или в одну и ту же точку 2 вот 3 и 4 таким образом мы с вами закончили ряд нашего образца далее мы поворачиваем с вами вязание и посмотрим на схему по схеме мы находимся с вами вот в этой точке 1 воздушная петля и мы в первый столбик в петлю во второй столбик и во вторую петлю мы вяжем то есть 4 столбика без накида 1 воздушная петля и затем опускаемся на вот эти столбики и в центр этого столбика мы с вами вяжем вот такой элемент это как попкорн то есть у меня он выглядит видите на лицевой стороне или на изнаночной вот он выглядит каким образом на одной стороне вот как он выглядит на другой стороне нашего вязания но зато вот видите с этой стороны очень хорошо смотрится вот здесь обвязка этого отверстия по схеме по схеме здесь как бы показано что это столбик с одним накидом я скажу вам что образец я вязала столбики здесь с двумя накидами и он не кажется что прошло какое-то нарушение по пропорциям поэтому находясь здесь да по схеме мы должны сделать одну воздушную петлю и в первый столбик провязать столбик без накида между вот столбиками у нас есть воздушная петля провязать столбик без накида в сам столбик провязать это у нас будет 3 и и четвертая у нас 5 столбик без накида это вот между столбиками вторым и третьим далее 1 воздушная петля я делаю 2 накида и вот в третью ведь 1 2 3 мы то есть в третий столбик то есть центральный я вяжу 5 столбиков с двумя накидами один столбик второй столбик вот у нас с вами 5 столбиков если мы посмотрим 1 2 3 4 5 и мы должны их с вами связать я делаю вот каким образом я завожу крючок на за петлю первого столбика с изнаночной ли с задней стороны и захватываю нашу рабочую петлю и протягиваю через видите вот каким образом на одной стороне у нас получается вот такая выпуклая как бы шишка а на этой стороне у нас собралась эта шишка закрепили наш попкорн и вяжем 3 петли 1 2 3 опять-таки 2 накида и в эту же самую точку мы опять вяжем с вами 5 столбиков с двумя накидами мы с вазами вторые с вами 5 столбиков 1 2 3 4 5 точно так же я с обратной стороны моего вязания захожу в первый столбик захватываю петлю и протягиваю его через первый столбик и закрепляю вот вот что у нас получается на одной стороне и вот что у нас получается на второй стороне мы с вами провязали одну воздушную петлю и должны переходить на вот этот веерок сейчас мы с вами посмотрим схему чтобы вам было более понятно вот смотрите мы сделаем с вами первый столбик без накида вот у нас столбик один столбик второй между 2 и 3 столбика мы делаем столбик без накида 1 2 3 4 5 6 7 7 столбиков без накида 1 воздушная петля и опять повторяем вот такие два попкорна как мы только что с вами делали то есть воздушную петлю мы с вами сделали смотрим вот с нами у нас с вами первый столбик второй столбик значит между вторым и третьим мы вяжем с вами столбик без накида сам столбик мы вяжем столбик между потом нас 3 столбик 4 между у нас 5 столбик у нас 6 и между это у нас с вами 7 1 воздушная петля и мы дошли с вами до повторения раппорта 2 накида и вот в центральную столбик без накида мы опять с вами вяжем 5 столбиков с двумя накидами с одной стороны 5 столбиков с другой стороны между ними по 3 воздушных петли и так мы повторяем с вами до конца нашего ряда и так ряд я завершила и хочу обратить ваше внимание с этой стороны с вами 4 столбика без накида и с обратной стороны нашего узора тоже 4 столбика то есть у нас между видите 1 2 опять-таки между вторым и третьим столбика мы делаем столбик без накида и еще 3 и далее у нас поворачиваем вязание и будем вязать следующий ряд 1 воздушная петля и мы делаем 2 столбика в 1 и во второй 1 воздушная петля и вот эту арочку из 3 воздушных петель мы с вами вяжем 7 столбиков точно так же как мы вязали вот в первом ряду то есть идет повторение 7 столбиков там где у нас была вот арочка мы провязываем 3 столбика без накида опять переходим на веер который в арочке здесь мы столбиками без накида закрепляемся на веере и переходим в арку опять веер то есть вот эти два ряда 1 и 2 это у нас с вами раппорт а дальше у нас идет с вами только повторение мы с вами как бы раппорт уже один связали теперь у нас будет повторение мы повернули вязание нам нужно сделать одну воздушную петлю и сделать два столбика без накида 1 столбик и второй столбик 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 1 воздушная петля накид и вот в эту арку мы вяжем с вами 7 столбиков с одним накидом между которыми по 1 воздушной петля 2 столбик воздушная петля 3 воздушная петля 4 петля 5 1 петля 6 1 петля 7 и это последний 1 воздушная петля и вот у нас с вами наши столбики тут мы должны с вами понимать где мы должны сделать если посмотрим на схему то у нас видите 1 2 мы делаем в 3 4 и 5 смотрим на наш узор вот у нас первый столбик 2 мы делаем в 3 столбик без накида в 4 и в 5 есть 1 воздушная петля накид и вот опять наша арка которую мы с вами вяжем 7 столбиков то есть дальше у нас все повторяется ряд я закончила вот видите что у нас с вами получается вот нижние наши шишки и вера посмотрим на изнаночную сторону вот как выглядит ну плея изнанка и лицо это уже вам решать далее смотрим мы с вами сделали вот этот ряд и закончили вот в этой вот в этой точке теперь у нас с краюшку вот с этого края мы должны с вами делать вот такую вот попкорн шишку но она будет у нас 1 3 воздушные петли подъема 1 воздушная петля и 5 столбиков с двумя накидами которые мы с вами закрываем попкорн а на вере мы с вами помню что между вторым и третьим столбиком в арочке делаем первый столбик и 1 2 3 4 5 6 7 7 столбиков без накида 1 воздушная петля и в центральный столбик без накида нижнего ряда мы с вами опять вяжем попкорн то есть единственное что мы с вами не делали это вот начало ряда в котором идет попкорн то есть мы с вами вяжем 3 воздушных петли подъема 1 воздушная петля 2 накида и в одну точку 5 столбиков с двумя накидами вот наши три петли подъема и 5 столбиков с двумя накидами я пока вязала мне пришла еще одна идея вот смотрите мы с вами вот эта часть у нас была как изнанка да а вот это у нас было было как лицо мы с вами на этой стороне закручивали наш вот эту шишку вот таким вот образом захватывали с изнаночной стороны и закручивали ее на эту но по схеме там не совсем понятно но пока я вязала мне пришла другая идея может с вами можем захватывать ее и заходить с лицевой допустим стороны захватывать нашу рабочую петлю вот с этой стороны закреплять и да и теперь у нас идет что у нас идет 1 воздушная петля и мы 1 2 вот в авто между вторым и третьим столбиком вяжем 7 петель и я уже провязала несколько рядов и вот что у нас получается видите то есть это у нас было как бы изнанка но теперь когда мы с вами закручиваем наш нашу шишку в другую сторону это получается уже у нас лицо то есть вот такой вот как бы узор трансформер мы с вами можем разработать и выбрать как для нас удобный вариант дальше вы помните что мы вяжем с вами здесь с 7 столбиков без накида в саму арку сам столбик вот в арку и здесь получается между заканчиваем между последний предпоследний грубо говоря между 6 5 1 воздушная петля 2 накида и вот в эту петлю мы опять с вами вяжем наш попкорн и вы сами смотрите как вам лучше закручивать в какую сторону с лицевой заходить или с изнаночной стороны заходить на наш для того чтобы сделать наш попкорн вот видите вот мы закручивали как вначале я показывала то теперь закручена как мы показывали ну выбирать конечно вам мне почему-то сначала показала что так красивее но потом я попробовал этот вариант он тоже в общем-то и неплохо вот пожалуй и все что я хотел вам показать и рассказать то есть мы с вами поняли о том что у нас с вами рапорт из двух рядов 1 и 2 и он периодически у нас повторяется и так на этом моменте хочу с вами попрощаться пожелать творческих успехов и до скорых встреч